Пожар начался в 10.36. Из длинного металлического ангара повалил дым. Предприниматели сразу же начали вытаскивать свое имущество. Доски, различные хозяйственные товары, постельное белье. Сразу же на помощь им бросились сотрудники соседнего здания вьетнамского рынка. У нас с пожарной безопасностью в нашем здании полный порядок. Два насоса мощных стоят, четыре больших резервуара. Быстро подключили, сделали, протянули гидранты, шланги и начали заливать крышу. Первые пожарные расчеты прибыли на место через 8 минут после вызова. Пожару присвоили третий номер сложности. Были задействованы все ближайшие источники воды. В общей сложности в тушении приняли участие 97 спасателей и 20 единиц техники. На момент прибытия первых пожарных подразделений часть ангара горела открытым огнем. Создалась угроза распространения. В дальнейшем по самому ангару и на рядом прилегающие здания. Первый ствол был подан на решающем направлении, значит, внутрь ангара, на путях распространения горения. По мере наращивания сил и средств были организованы три участка тушения пожара. Когда пожар начался, в соседнем здании вьетнамского рынка сработала сигнализация. Наученные горьким опытом предприниматели, а у многих за плечами не по одному пожару, похватали товар и повыбегали на улицу. Мы почувствовали запах гари, в открытые окна пошел дым, испугались. Тут пожарные забегали со шлангами и пускали воду. И вот нас затопило, поэтому мы и все вынесли. Спасти свое имущество удалось не всем предпринимателям. Многие не сдерживали слез. Для семьи Мавлоновых этот пожар стал третьим. Два раза на старом вьетнамском рынке и в Адмирале у них полностью сгорал весь товар. И на этот раз огонь лишил их работы. Там склад был большой, там очень большая партия товара была. Все сгорело. С картины какая-то картина начала гореть и все. Площадь ангара почти полторы тысячи квадратных метров. От огня сильно пострадали торговые точки, расположенные на трех сотнях квадратов. На этом пожар удалось остановить. К счастью, обошлось без жертв. На данной строительной базе в 2014 году произошла смена собственника. Поэтому в соответствии с 94-м законом надзорные мероприятия в отношении данной базы сотрудники государственного пожарного надзора не проводились. В связи с неистечением трех лет после регистрации. Пожарные рассматривают несколько версий. По основной причиной возгорания стало короткое замыкание. В настоящее время всю документацию изучают дознаватели. Но уже сейчас понятно, что склад функционировал с массой нарушений. Несмотря на большое количество дверей, а у каждой торговой точки здесь отдельный вход. Внутри ангара, по словам пожарных, отсутствуют перегородки. Кроме того, здание не оборудовано системой противопожарной защиты. Только благодаря оперативности сотрудников службы безопасности соседнего здания и спасателей удалось избежать пожара с более серьезными последствиями. Светлана Белова, Артем Агалаков, Дмитрий Рыженко, Телеканал.